Девушки отдыхают 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 и стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России. И говорим мы это не потому, что нам так хочется, вовсе нет. Помните, как за поребриком ровно так же хорохорились, мол, Россия приостанавливает зерновую сделку? А значит, ходить из украинских портов никто не будет. Больше плавать не будут. А больше плавать никто там не будет. Никто не рискнет там плавать. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевым, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки. С тех пор прошло больше года. И что же мы видим теперь? Пропагандисты сидят с кислыми рожами и ноют. Как же так? Украинцы продолжают возить зерно по морю. Странно, что мы до сих пор не заминировали все подходы к украинским портам. Вот эта знаменитая сделка, так называемая зерновая сделка, фактически продолжается вывоз зерна, продолжается завоз по морю тех же БЭКов в порты Одессы и Николаева. То есть мы не препятствуем. А знаете, почему продолжают? А очень просто. В Черном море Россия уже проиграла. Они очень хотели зерновую сделку сорвать. Даже учения с ракетным корветом Ивановец проводили. Мол, ух, как он сейчас цивильные корабли расстреляет. Минобороны провело учение по изоляции судоходства в Черном море. Экипаж ракетного катера Ивановец выполнил боевые стрельбы. И где сейчас этот Ивановец? А мы подскажем, где. На дне уничтожен вместе с экипажем. Хохлы потопили наш ракетный корабль Ивановец в Черном море. Ивановец был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло. И пока пропагандисты треплют языком, ВСУ планомерно демилитаризирует Черное море. Только за последние недели Черноморский флот недосчитался нескольких посудин. Черноморский флот России, вероятно, потерял последний носитель крылатых ракет корабль «Циклон». И в ночь на 19 мая также был уничтожен тральщик Черноморского флота России «Ковровец». Также горела портовая инфраструктура юга России. В порту Тамани после дрон-атаки прогремел взрыв. Горит нефтяной резервуар. И не надо думать, что за поребриком ничего не знают и не понимают. И верят в мифическое потерь. Нет. В глубине души, вот просто поверьте, даже самые зашкваренные пропагандисты в курсе, в какую ж... завел Путин Россию безумное СВО. Они ведь рассчитывали Украину бомбить и по телевизору за этим наблюдать. А теперь в кукаречной ужас и паника. Ведь страны НАТО разрешили наносить удары по РФ своим оружием. Глава Министерства иностранных дел России Лавров сегодня сказал, что отправку Ф-16 Москва будет воспринимать как сигнал в ядерной сфере. Ведь истребители под своими крыльями могут действительно нести ракеты с тактическим ядерным оружием. При этом список стран, которые поддерживают разрешение Украине бить по России, на ваших экранах, накануне в списке было 11 стран, сегодня уже 12. А это означает, что в ходе контрбатарейной борьбы Марьенко и Авдеевка может постучаться в Курскую, Ростовскую и Белгородскую области. И точнее, чем вот этот дипфейк с Димоном, ситуацию не описать. Дорогие белгородцы, как вы знаете, с территории вашего уютного города мы уже более двух лет бомбим Харьков и Харьковскую область. Но, как вы уже, наверное, слышали, украинцам дали добро на то, чтобы ху**ть в ответ баллистикой. Что же это означает для вас и вашего прекрасного города? Не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо. Вам пи**а. Но вы там, если что, держитесь. При этом такая реальность очень портит Останкинским крикунам все победные методички. Вылезает, скажем, чмоня Мордан. И давай на всю Ивановскую заливать, якобы Россия уже победила. Цели спецоперации выполнены на ура. Та задача, как ее там прямо на самом деле и откровенно формулировал и Путин в самом начале СВО, мы не позволим создать на наших западных границах систему, которая будет для нас являться вечной угрозой. Эта угроза уже ликвидирована. А холоп в это время сидят в двух памперсах у телевизора и не знают даже, что и сказать. Им-то рассказывали, что СВО нужна ради обеспечения безопасности России. Цель специальной военной операции – это наша с вами безопасность. Национальная безопасность Российской Федерации. Чтобы мы жили спокойно, и дети наши, и внуки. Чтобы ни одна тварь не смела даже угрожать нам. Но вот же незадача. До 22-го года по Белгородской области ни единого выстрела не было. А теперь приграничные села разрушены, а Белгород, Шебекино и далее по списку в подвалах сидят. От дронов всем колхозам додики отбиваются. Противник нас превосходит в производстве ЭФПВ-дронов, которые летают на большие дальности. Они сейчас способны летать на 20 километров и, к сожалению, залетают вглубь Белгородской области. Противник не чурается бить по мирным городам и селам. В общем, его ничего не останавливает, никаких моральных принципов у него нет. Получается, цели спецоперации выполнены, но как-то наоборот. Путин не обеспечил безопасность, а по сути своим людоедством подставил людей. А потому пришлось трясти ядеркой в надежде, что Запад испугается и не разрешит из своего оружия бить по территории России. Вот сейчас Россия проводит учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Абсолютно необходимый шаг. Остановила ли это ту спираль эскалации, которую мы видим раскручивают наши противники? Пока нет. Но, ой, и этот надежный план почему-то не сработал. Нас никто не боится, ноют мамкины эксперты в студии. Учения были объявлены в начале мая, если мне не изменяет память, 6 мая. С тех пор количество стран НАТО, которые официально разрешили Украине наносить удары поставляемым западным вооружением, ими их странами вооружением по территории России кратно увеличилось. Лидеры западных стран открытым текстом говорят, что не нужно бояться эскалации со стороны России. И чем дальше влез, тем больше подобного нытья. Ведь удары по территории РФ – это не только справедливый ответ за бомбардировки Украины, но и важная военная составляющая. Все располаги, склады БК, точки работы артиллерии – Россия строила с учетом того, что по ней прилетать не будет. А теперь все, шара закончилась. Историческую память, как мы с вами и предсказывали, все же отбила и у немецкой ливерной колбасы Шольц. По данным издания, тоже склонен разрешить Украине перенести войну в Россию и использовать для этого немецкое оружие. И это сразу же отразилось на фронте. Пропагандисты, например, неожиданно заявили, что Харьков, только чур не ржать, брать никто и не собирался. Мол, это вообще было демонстрационное наступление. Паника, которая появилась у Запада после Харьковского наступления, начало Харьковского наступления, хотя давайте будем справедливы, наступлением движения наших трех-пяти батальонов назвать нельзя. Движение наших трех-пяти батальонов назвать нельзя. А Харьков для штурма слишком сложный и большой. Войска наши, те, кто воюет на Харьковском направлении, они в численном меньшинстве. Вместо того, чтобы наступательные действия три к одному, то есть три наступающих на одного обороняющихся, а там фактически наоборот идет. Харьков брать бесполезно. Мы в свое время брали штурмом Грозный, и я думаю, есть основания считать, что повторять штурм Грозного в размере Харькова – это невозможно. Слушайте, а как же с такими раскладами они собирались санитарную зону создавать? Или все, сдулись? То есть хотели новый мировой порядок, где Россия была бы гегемоном, а теперь почему-то приходится каждый день утираться. Причем утираться – это еще мягко сказано. Готовы спорить на что угодно, что 24 февраля 2022 года ура-патриоты в жизни бы не поверили, что через два с половиной года сначала так называемое СВО. Им придется обсуждать не штурм Берлина, а разбитые Украиной объекты ядерной триады РФ. Официальных заявлений Минобороны России по поводу попыток атаковать вот эти горизонтные станции наша Миноборона пока не делала. Но если такие попытки были, уже как минимум три, судя по заявлениям Медиасферы и противника, то это чревато. Нападают уже на наши силы ядерного сдерживания. Мы не отвечаем. Официально Министерство обороны не комментирует. Но это позиция страуса, голова в песок, все остальное наружу. Просто посмотрите на эти кислые рожи. Они ведь понимают, что у Украины нет объектов для равносильного ответа. То есть великий бункерный геополитик загнал себя же в угол. Стратегическую безопасность России НАТО подрывает чужими руками. Целое направление ослепли и не заметят потенциальные ракеты противника. Они свалятся на украинцев и их руками делается эту грязную работу. Но извините, есть реальная угроза, что мы станем слепыми и глухими на западном направлении. Это все-таки станции, которые позволяют засекать ранний пуск ядерно-балитических ракет в нашу сторону. Вот что важно, если говорить о глобальных играх. Другими словами, что-то нам подсказывает, что генералам НАТО не очень интересно, чем закончится бой в районе условной Белогоровки. Им важно, прилагая минимум усилий, получить стратегическое преимущество. С теми же радарами суперпоказательный пример. Или, скажем, с желанием России сделать Черное море своим внутренним. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России. А теперь с помощью Украины об этом даже речи нет. Какое там внутреннее море, когда остатки флота по норам прячутся? Вот почему Союз Украины и НАТО – это не подарки и не подачки, а взаимовыгодное сотрудничество, которое, с учетом всех реалий, должно лишь расширяться. Хотя бы потому, что добро всегда побеждает зло, каким бы коварным и лживым это зло ни было. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал, ведь даже в городах Юга и Востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем Ютуб-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!